Утро с губернии в прямом эфире. Приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился. В этой студии мы продолжаем обсуждать интересные новости из жизни нашего региона. Новая программа Хабаровского цирка стартовала на прошлой неделе. Всё лучшее из пластики жанра вошло в программу «Цирк номер один». В представлении участвуют заслуженные мастера циркового искусства, уряды, призёры фестивалей в Монте-Карло, Шотландии, Франции и Китае. Они подготовили для строгих зрителей особенное представление. Аттракционно-танцующие медведи, арнутанты из Суматры, выступления собак разных пород, а также гимнасты, гладиатор, рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергея Соколов. Ну и, конечно же, клоуны. Клоуны. Итак, дорогие друзья, у нас в студии клоунское прио «Экки Бокки». Бонжорно, сеньори. Маргарита. Ооо, опля. А, вот и первые утренние лажи. Да, это мы. Ну что, мы сейчас проведем маленький эксперимент. Если можно, с вашего позволения, Лилия, помогите нам. Я с удовольствием это сделаю. У нас экстремальное утреннее шоу, друзья. Итак, впервые на манеже Лилия и Дмитрий. Ну, Дмитрий не впервые, он профессионал. Ну, сейчас будем проход между булав. Хотели взять ножи, но нет. Ну, и попривай еще. Я полегче получу. Нет, на счет три надо зайти в середину, остановиться и на счет три надо выйти. Так, один, два, три. Шаг. Стоп. Вот, один, два, три. Шаг. Еее. Спасибо большое. Чудеса. 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 Ну все, теперь вы принцесса. Теперь следующая программа с вами. Спасибо большое. Вас приглашаем присаживаться. Ребята, мы вас приглашаем присаживаться на стулья. Вам приготовлено. Я напоминаю, что в гостях у нас был, в гостях у нас сейчас, клоунское атрио «Эки Буки». Дмитрий Николенко, Юрий Павличко, Георгий Кириченко. Артисты цирка, которые с гастролями приехали к нам в Хабаровск, уже успешно выступают на Хабаровской арене. Мы вас приветствуем в нашей студии, приветствуем в городе Хабаровске. Расскажите, первые выступления уже состоялись? Да. Да, у нас состоялись первые пять представлений. За пять дней у нас было пять представлений. Ой, что? Было пять представлений, и спасибо Хабаровску. Это были аншлаги. Так что, те, кто еще не был, у нас осталось всего лишь 17 представлений. Спешите. Цветы уже дарили? Нет, к сожалению. Вообще в Хабаровске приезжали. Уже пошло дало даже цветов. Давайте последние денечки выступления проведем с цветами. Скажите, пожалуйста, вот клоун, это всегда персонаж с таким красным носом. Мы так думали. Да. И многие так считают. Ну, это классика жанра. Мы стараемся немножечко от нее отойти, делать не только там хорошее настроение для детей, но и для взрослых. А для взрослых вот эта буфонада, она чуть-чуть как-то вот отторгает. Ну, вот восприятие клоунов для взрослых – это отторжение. Ну, они не верят в то, что происходит в манеже, когда красный нос, вот эти большие ботинки. Не внушает доверие. Да, и искусственные слезы. Людям, взрослым, надо вот как в театр верить. Там же обычные люди. Поэтому мы делаем, мы стараемся делать и для детей, и для взрослых. Поэтому такие образы. Жора, я правильно понимаю, что вы руководитель коллектива? Нет, неправильно. Это всегда так стереотично, больше говори. Говорящая голова. Нет, скажите, вот бронзовый клоун в Монте-Карло вы получили. Это за какой конкурс это было? Ну, вообще клоуны работают 3-4 репризы. Нас тяжело оценить по одной репризе. Потому что в первой мы должны проявить свои образы. Зрители должны понять. Они знакомятся. Да, только вот они понимают, кто. Потом желательно какой-то трюковой номер. У нас есть комическая иллюзия. Ну, а потом люди очень любят участвовать в наших перформансах. И у нас есть интерактив идет. Да, интерактив со зрителем. Там, где мы привлекаем зрителя в манеж. И они вот, как вы, чувствуют себя частичкой шоу. То есть в Монте-Карло вы показали сразу 4 репризы? Три или четыре. Три или четыре. Расскажите, насколько это престижный фестиваль, престижный фестиваль, конкурс. Бронзовый клоун, который вы получили. Что он значит теперь для вас? В цирковом мире это Оскар. Это Оскар. Это Оскар, да. Это Оскар, а тем более для клоунов, которые очень мало, в принципе, получают там, либо какие награды, даже там поощрительные призы. То для нас, для клоунов, это идол наш теперь, бронзовый клоун. Мы каждое утро встаем, протираем ему нос и целуем его. А желание идти дальше и получить золото? Золото обязательно, обязательно. Можно, можно. Есть возможность. Опыт клоунов приходит с возрастом. Чем старше мы становимся, тем смешнее мы становимся. Тем больше наш жизненный опыт мы накапливаем. Мы можем высмеивать разные жизненные ситуации, которые мы прожили. И там, я думаю, годам 47 мы поедем еще раз в Монте-Карло и уже, надеюсь, возьмем золотого клоуна. А вот очень интересно, почему трио? Почему трио? Вы всегда работаете в таком составе или иногда по отдельности где-то выступаете? Не, ну когда халтуры, там детские дни рождения. Ну что, как раз таки на детских дни рождениях и нужно выкладываться. Нет, мы работаем втроем, потому что, ну, я не смешной. Дима не умеет жонглировать благо. Поэтому он проходит гостей всегда. Нет, Дима у нас умеет и все, в принципе, извините. Слушайте, а еще, знаете, бытует мнение, что всегда в клоуны приходят люди, которые до этого в цирке чем-то занимались, там, они были жонглером, они акробатами, гимнастом, там, кем угодно, а потом они... Становятся плохими клоунами. Потому что человек, который занимался всю жизнь одним ремеслом, не может переключиться через, там, 20 лет, когда он был профессиональный жонглер, стать профессиональным клоуном. Тем более, клоунады не так уж и легкие. Клоунады это не легкий жанр. Это надо уметь всего по чуть-чуть. Да, клоуном можно уметь всего по чуть-чуть. Но артистам цирка, которые, если я занимаюсь дрессурой, то надо желательно заниматься только дрессурой. Потому что, если ты распыляешься на много разных, там, видов искусства, то ничего, ну, конкретно не получится профессионального. Но вот публика же всегда по-разному себя ведет. Иногда бывают такие выступления, когда не чувствуете отдачу энергетики. Или не бывает. Бывает. И что вы делаете? Или у вас всегда будут на манеж, а... Бывает. Зажался. Что делаете? Ну, вот даже с такими людьми, которые на манеже зажаты, с ними даже интереснее иногда бывает. Потому что они нелепо смотрятся, и для окружающей аудитории это очень смешно получается. Вот. А она... Ну, то есть, а если человек выходит и начинает пережимать, и пытается быть смешнее тебя, то... Думают подсадкой. Да, думают подсадкой. Пытаются его успокоить, тихо-тихо дыши. Успокаиваешь. Да, а зрители бывают... Я говорю, не бывает плохих зрителей. Вот как некоторые артисты выходят и говорят, ах, зритель сегодня какой-то сонный. Ну, нифига подобного, извините за мой французский. Бывают плохие артисты, а не плохие зрители. Зрителей плохих не бывает. Если ты не сумел зацепить сегодня зрителя, то это что-то в тебе, в себе копается. Нам скоро нужно будет завершать нашу программу. Я просто хочу напомнить, что цирк номер один, это программа, которую вы привезли к нам в Хабаровске, и все хабаровчане и гости города могут спокойно прийти. Еще впереди 17 представлений можно увидеть в действии... Да, я с удовольствием напомню, кто у нас был в гостях. Клоунское трио Эки Воки. Дмитрий, Николенко, Юрий, Павличка, Георгий, Кириченко. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Подняли настроение. Спасибо. Приходите теперь выгнал. Хорошо. Добро пожаловать.